Ливия Друзила. Жена Ктавиана Августа, мать императора Тиберия, была обожествлена своим внуком Клавдием. Ливия родилась 30 января 58 года до н.э. в семье Марка Ливия Друза Клавдиана и его жены Ауфидии, дочери Марка Ауфидия Луркона, трибуна 61 года до н.э. Скорее всего, она была второй дочерью в семье. В 42 году до н.э. ее выдали замуж за Тиберия Клавдия Нерона, которому к тому моменту исполнилось 43 года. Ее отец и муж поддерживали сторону убийств Гая и Юлия Цезаря, Борута и Кассия, и воевали против Активиана во время Филиппийской войны. После трагической для республиканцев второй битвы при Филиппах, ее отец был вынужден покончить с собой. Ее муж продолжал выступать против Активиана, сначала на стороне секста Помпея, потом Марка Антония и его брата Луция Антония. В 40 году до н.э. семья вынуждена была бежать из Рима, опасаясь проскрипций и преследования со стороны Активиана. Сначала Тиберия и Ливия устремились на Сицилию, а потом вынуждены были искать спасение в Греции, причем на руках у них уже был маленький Тиберий. В 39 году до н.э. Активиан провозгласил амнистию, и Ливия с мужем смогли вернуться в Рим. В то время Ливия была беременна вторым сыном, Друзом, который родился в самом начале 38 года до н.э. Ходили слухи, что он был сыном Активиана, а не Тиберия Клавдия Нерона. Легенда гласит, что Активиан влюбился в Ливию с первого же взгляда, когда она была ему представлена в 39 году до н.э. Так или иначе, но он развелся со своей второй женой, Скребонией, в тот самый день, когда она родила ему дочь, Юлию-старшую. Тогда же Тиберий Клавдий был вынужден развестись с Ливией, которая была на шестом месяце беременности. 14 января у Ливии родился сын, а 17 января, презрев все традиционные условности, Активиан и Ливия сыграли свадьбу. На свадьбе присутствовал и ее бывший муж, как отец ее детей. На момент свадьбы Ливии было 19 лет, а Активиану 23 года. После самоубийства Марка Антони Активиан, взяв имя Цезаря Август, стал единоличным правителем государства. Ливия всегда принимала большое участие в делах государства и выступала советником и помощником Августа. С 35 года до н.э., когда Август дал ей право самостоятельно распоряжаться финансами и иметь своих клиентов, она еще активнее занялась политикой, вводя в высшие государственные круги, достойных, по ее мнению, людей. Политической карьерой ей были обязаны многие, в том числе будущий император Гальба, а также отец Марка Атона. Поскольку в браке с Августом детей у них не было, а единственным родным ребенком императора была Юлия-старшая, Ливия также стремилась обеспечить власть у своих детей. Тиберий стал третьим мужем своей сводной сестры Юлии в 11 году до н.э., а за Друза выдали любимую племянницу императора Антонию-младшую. В 4 году Август признал Тиберия как своего наследника. Добившись высших государственных постов и блестящего будущего для своих детей, Ливия старалась всеми силами обеспечить непоколебимость их позиций. Она ограждала позиции Тиберия от любого колебания. Так, начиная с 23 года до н.э., один за другим скончались или были казнены все, кто мог претендовать на престол. Марк Клавдий Марцелл в 23 году до н.э., племянник Августа. Луция Вепсания Агриппа во 2 году н.э. и Гайя Вепсания Агриппа в 4 году. Дети Юлии-старшая от второго брака с Марком Вепсанием Агриппой. Усыновленный Августом под именами Луции Юлии-Цезарь и Гайя Юлии-Цезарь Вепсани, поочередно признанные Августом наследниками. Агриппа Постун в 14 году, последний сын Юлии-старшей. Тацит прямо говорит, что эти смерти были на совести Ливии, которая расчищала таким образом место своим детям. Тоже можно найти у Диона. Светоний не говорит о причастности Ливии к их гибели ни слова, но и он утверждает, что Август избрал своим приемником Тиберия лишь потому, что более достойных кандидатур не осталось. Дион же в своих подозрениях идет еще далее, и утверждает, что Ливия отравила самого Август в 14 году при помощи пропитных ядом фиг. Однако этого не подтверждают ни Светоний, ни Тацит. В семейной жизни брак Ливии и Августа можно считать счастливым. Она была его любимым советником. К словам ее он прислушивался, а к советам относился с большим почтением. Практически все свое время она находилась рядом с ним, до самых часов его смерти. Он умер 19 августа 2014 года в ноле, на руках у нее и Тиберия. На момент смерти ему было 77 лет, а ей 72 года. Вместе они прожили 52 года. После смерти Август был обожественен Сенатом. По его завещанию, треть своего состояния он оставил Ливии, а две трети Тиберию. Также своим завещанием он причастел Ливию к патрицианскому роду Юлиев и давал ей имя Юлия Августа, закреплявшая за ней ее высокий статус. Тиберия, теперь император, поначалу очень часто появлялся с ней в обществе. С 20-го года высказывания против нее считались государственным преступлением. В 1924 году она удостоилась чести сидеть на играх или в театре вместе с висталками. Однако очень скоро Тиберия охладел к матери и ее неограниченные власти. Он накладывал вето на попытку Сената присвоить ей титул «Мать Отечества», аналогичные титулу императора «Отец Отечества». Тацит утверждает, что даже отъезд Тиберия на Капре был вызван тем, что он не мог выносить более свою мать. За все время, что Тиберия отсутствовал в Риме, они виделись всего лишь один раз. Августа продолжала пользоваться почти неограниченной властью, вплоть до того, что заступалась перед судьями за своих доверенных лиц. Ургулания, говорившая, что дружба с Августой поставила ее под законом, план сына, подозреваемая в убийстве, оправданная по заступничеству Августа. В довершение всего, она воздвигла в Риме статую Августа, посвященную Юлиям, на которую свое имя написала выше имени Тиберия. В 29-м году она умерла, Тиберия не поехала на похороны, послав распоряжаться погребальными церемониями Каллигулу. Ее завещание он объявил недействительным, а Сенату запретил воздавать ей какие бы то ни было почести. Лишь в 42-м году Кладий восстановил ее память, воздал ей причитающиеся почести и обожествил ее, присвоив ей титул «Божественная Августа». В ее честь проводились игры, на которых ее статуи везли в колесницы, сопряженные слонами. Ее статуи воздвигались рядом со статуями Августа, а женщины приносили обеты в ее имя.